Югорчане выбрали отца года 2022. За почетное звание боролись почти 5000 мужчин с детьми. Победителем стал 34-летний Артем Артеменко из Коголыма. После гибели жены он в одиночку воспитывает троих детей, двух мальчиков и девочку. Победителя конкурса выбрали сами югорчане. В народном голосовании на сайте премии приняли участие почти 200 тысяч человек. За Артем Артеменко свой голос отдали полторы тысячи югорчан. Победа в конкурсе это не только признание отцовских заслуг, но и денежная премия 300 тысяч рублей. Кстати, на церемонии награждения отметили и детей. Юные югорчане писали сочинения про своих пап. Я лично считаю, что каждый участник уже получил самую большую награду. Это наши счастливые семьи, это умные и добрые дети, окруженные нашим теплом и нашей заботой. Хочу поблагодарить всех людей, всех знакомых, кто меня знает, всех, кто просто остался неравнодушным в моей истории, всех, кто оставил свои голоса. В Югре появился еще один союз отцов. По примеру Сургута, отцы Нижневартовска объединяются в общественную организацию. В столице Самотлора папы считают, что в семьях нужно повышать уровень мужского воспитания. Также союз отцов будет заниматься развитием духовно-нравственных и семейных ценностей. Предложение создать союз отцов прозвучало на встрече жителей Нижневартовска с главой региона Натальей Комаровой. Общественники намерены расширить границы местной организации до региональной. Задача наша – выявить роль отца, на самом деле, какая она значимая. И разбудить во всех отцах действительно понимание значимости участия в воспитании детей, формировании семьи. Через патриотизм, показания сильного духа, воли, мастерства в каждом своем ремесле. Наталья Владимировна Комарова предложила создать окружную организацию, уже с юридическим лицом, совет отцов уже окружного плана. Что это нам дает? Это нам дает, в принципе, в формате округа уже проводить какие-то мероприятия совместно с другими отцами из того же Сургута, Ханты-Мансийска, других городов, объединяться и делать одно дело единым фронтом. Также на встрече губернатор вручила госнаграды. Так, медалью «Отцовская слава» был награжден настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского Сергей Бондурин, который воспитывает семерых детей. Почетный нагрудный знак за активную работу с молодежью получил доцент кафедры истории России и документоведения Нижневартовского госуниверситета Сергей Еремин. Кроме того, почетного нагрудного знака, гордостью игры достоин олимпийский чемпион Максим Хромцов. Однако спортсмен не смог присутствовать на церемонии награждения, поскольку находится в Белоруссии со сборной России под Хэквондо. Югра вернулась домой с четырьмя победами. Накануне завершилась очередная выездная серия игр. В заключительном матче подопечные Эдуарда Зынковца в Альметьевске сыграли с нефтяником. Игра получилась очень богатой на события. Чего только стоя 10 заброшенных шайб, уступая с счетом 4-2, хоккеисты нефтяника смогли сравнять счет во втором периоде. Решающей вышла третья 20-минутка. В середине игрового отрезка Иван Савчик вновь вывел Югру вперед. Хозяева льда бросили все силы в атаку, в том числе вратаря. Желанного результата это не принесло. А югорчане за 10 секунд до конца встречи поставили точку в матче, поразив пустые ворота. 6-4. Благодаря этой победе Югра ушла в отрыв от соперников в турнирной таблице ВХЛ. Сейчас в активе нашей команды 26 очков. Ближайший предследователь отстает на 3 балла.